Открытие во всех филиалах ЮРГУ, школ предвузовской подготовки, утверждение списка кандидатур на получение повышенной академической стипендии, перспективы развития, технопарка ЮРГУ, полет – это лишь немногие из вопросов, которые обсудили на заседании ученого совета. Однако, одной из самых обсуждаемых тем стала возможность понижения стоимости обучения в филиалах университета. На сегодня законодательство это не позволяет, и нормативные документы министерства этого не позволяют. Но тот вопрос, который рассматривался в этой части, о том, что давайте мы проявим инициативу и попробуем привести ситуацию к реальной ситуации, которая существует у нас в регионах, он правильный. Я думаю, что филиалы в течение двух недель отработают этот вопрос, и мы выйдем в депутатский корпус о Государственной Думе для того, чтобы как-то попытаться сдвинуть вопрос. В ходе ученого совета наградили победителей и лауреатов международных конкурсов, которые проходили по всей России. Например, в Белокаменной столице студенты ЮРГУ Дарья Ряхина и Глеб Коширин завоевали второе место и диплом финалиста соответственно. В Олимпиаде такого масштаба ребята участвуют впервые, но это не помешало им оставить позади почти 50 тысяч соперников. Если первый и второй этапы проходили по интернету, то на третьем очном этапе в Москве Даша и Глеб объединились в мини-команды с бывшими соперниками. Быстро оценив ситуацию, они решительно прорвались в финал. Очень удивили организаторы, потому что все-все-все молодые ребята и кто уже там в ВТБ, кто в каких-то крупных организациях занимает руководящие или на просто высокие посты с очень подвешенным языком, с огромным объемом знаний за плечами. Были интересные знакомства с организаторами Олимпиады, это организаторы ВТБ «Капитал», «Газпромбанк», что тоже нам, в общем-то, предлагали стажировки. Теперь перед ЮРГУ новые задачи – привлечение студентов к работе в технопарке «Полет», создание мастерских, художественные обработки металла в златоустовском филиале вуза, а также борьба с незаконными филиалами различных университетов.